ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Друзья, мы с вами принадлежим разным политическим партиям, но сейчас в Псковской области появляется на глазах у нас с вами новый политический водораздел. Он проходит не между политическими партиями, а между людьми, которые всю жизнь или большую часть жизни прожили и проработали в Псковской области и людьми, которые сюда приехали в командировку. Вот Михаил Александрович Иванов, всем нам хорошо и давно известный, ну скажем так, не самый неизвестный человек Псковской области. Более того, он из очень известной, хорошей семьи. Его отец Александр Степанович Иванов, герой Советского Союза, летчик-штурман. 22 ноября только что отмечали 100-летие отца. Он ушел из жизни в 1986 году в Пскове на здании на Рижском проспекте доска открыта, мемориальная, в честь Александра Степановича Иванова. И вот когда Михаил Александрович Иванов узнает о своем желании покинуть пост председателя избирательной комиссии Псковской области, он это узнает не от себя, а от другого человека. Вот если политическая система Псковской области будет строиться на таких принципах, когда люди узнают о своем желании от других лиц, то ничего хорошего, прочного и надежного построить не получится. Подобным родом действия являются публичным неуважением к жителям Псковской области, всем, вне зависимости от того, в каких партиях мы состоим, за какие партии и кандидатов голосуем, и даже вообще участвуем мы в выборах или не участвуем, потому что это вопрос уважения к людям как таковой. Вот отставка, которую мы сейчас рассматриваем, это моя личная оценка, является недобровольной. Это означает то, что в Псковской области наступили крайне неприятные политические времена, и мы с вами, как депутаты Псковского областного собрания, должны сделать все возможное, чтобы эти времена не закончились чем-то худшим, чем отставка должностных лиц. Мы будем голосовать против удовлетворения заявления Михаила Александровича Иванова об отставке, потому что за пять минут до написания этого заявления он не знал о том, что собирается в отставку. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, кто еще желает выступить? Лев Морг, ну чего наводить тень на плетень-то, скажи, пожалуйста. Ну какой здесь криминал в том, что это сын героя Советского Союза, который написал заявление и уходит с этой должности. Это его личное мнение. Причем на другую работу сегодня уходит. Что придумывать-то здесь? Виктор Васильевич. Идет смена в 21-м году и насколько его здесь не будет. Что тоже будем стянать и вспоминать, кто воевал в Великую Отечественную войну. Что за глупость такая? Виктор Васильевич, я крайне удивлен вашей реакцией. Крайне удивлен вашей реакцией. Хочу обратить ваше внимание, что я высказал свое личное мнение, и каждый депутат имеет право высказать свое личное мнение. По большому счету мнение можно не комментировать. И мое мнение, послушай, пожалуйста, Лев Маркович. Хорошо, Виктор Васильевич. Ну, когда уже есть правда, она правда. Мы все услышали, Лев Маркович, не мешайте, и вы уже выступили. А когда, извини, пожалуйста, но тень на пледень, не надо этого делать. Я сегодня встретил Михаила Александровича, доволен и счастлив, что переходит на другую работу. Теперь он будет работать. Да, только его по закону не могут принять. Совет Маркович, не мешайте говорить. И что плохого в этом? Что в этом плохого? Сидят члены комиссии избирательной здесь, вот в этом зале, и на них тень на пледень. Им тоже недоверие? Это наши посланцы, в том числе, там. Почему мы им не должны доверять? Они единогласно приняли это заявление. Какой криминал? Почему мы тут увидим? Пожалуйста, коллеги, кто еще желает выступить? Вставлю на голосование проект постановления. 32 за, 3 против. Постановление принимается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова